Доброе утро! Сегодня у нас хороший день. Давайте мы начнем его с библейского совета. На этой неделе мы продолжаем говорить о том, как жила Первоапостольская Церковь. Как вы знаете из вчерашней программы, книга «Деяния» описывает, как ярый противник христианства по имени Савл, пережив встречу с Богом, полностью изменил свое мнение о Иисусе Христе. Те, кого он называл Назарейской ересью и кого усиленно истреблял, теперь стали ему братьями и сестрами. Он начал проповедовать о Иисусе на всяком месте. Будучи исполненным Духа Святого и силы, он говорил людям о величии и могуществе Бога. Его первая проповедь об Иисусе также встретила сильное сопротивление и агрессию со стороны его бывших соратников, фарисеев и религиозных деятелей. Савл проповедовал о Христе и доказывал по ветхозаветним писаниям, что Иисус – это Мессия, которого ждал израильский народ. Это сильно раздражало ортодоксальных священников того времени. Однажды Савлу даже пришлось спасаться бегством. Его друзья помогли ему уйти от избиения и спустили его с городской стены в корзине. Будучи грамотным, образованным человеком, апостол Павел, как его впоследствии назвали, написал множество посланий и сделал очень много для того, чтобы церковь Иисуса Христа распространилась на всей земле. Эта библейская история учит нас тому, что Бог может до неузнаваемости изменить жизнь каждого человека и врагов сделать друзьями. Сегодня мой вам пасторский совет – никогда не ставьте крест на людях. Бог может дать шанс измениться каждому. Давайте будем верить в людей, даже в тех, кто сегодня являются нашими врагами. Помните, встреча с Иисусом может до неузнаваемости изменить каждого. Спасибо, что в это утро вы были с нами. Встретимся завтра. И помните, милость Божья обновляется над нами каждое утро.